Микс Ньюс Здравствуйте все-все-все! Сегодня вторник, день добрых дел на Радио Болтком и в эфире программа «Зелёная лампа» о тех, кому нужна наша помощь и для тех, кто хочет помогать. Ведут её сегодня Ольга Авдевич. Здравствуйте! Я Рита Трошкина, наш звукорежиссёр Родион Золотарёв. И сегодня у нас три гости сразу, три, кто нас смотрит по видеотрансляции, видят, какие красавицы к нам пришли. Но это не просто девушки красивые, они представляют очень важную и очень нужную в нашей стране организацию «Палэдзэсэмэлвэ». Мы давно хотели их позвать в гости. Здравствуйте! 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 Это вы знаете, как вот в нашем джингле программы «Зелёная лампа» сказано, что добро вот оно не берётся просто так из воздуха, его кто-то должен сотворить. Вот эти замечательные, красивые, молодые, успешные девушки берут и творят добро для очень конкретных детей, которым в этой жизни, ну вот так вот сложилось, нужна помощь. Итак, представляем, у нас Илзэскуя, руководитель организации «Палэдзэсэмэлвэ». Добрый день ещё раз. Добрый день! Датца Гусарова, руководитель проектов этой организации. Добрый день! И очень мы рады видеть у нас в гостях Агнеса. Агнеса Скирманты, мама двоих детей. Этих детей она взяла в детском доме, мы расскажем. И здесь она почему? Потому что сегодня мы рассказываем об очень хорошем, добром проекте организации «Палэдзэсэмэлвэ» – детский лагерь для детей из детских домов, для детей с особыми, ну вот как говорят, с особыми потребностями, особых детей, деток с тяжёлыми диагнозами и их родителей. Этот лагерь уже в четвёртый раз девушки придумывают и организовывают, а для того, чтобы он состоялся, нужна поддержка общества, и очень много детей сейчас ждут, чтобы он состоялся. И мы просим вашей помощи на всю неделю наш телефон, обычный наш номер 9306384, евро 42 цента за звоночек, он будет работать, как мы сформулировали, знаете как, чтобы подарить кусочек счастья этим детям. 60 человек будет в этом лагере, и чтобы всё это состояло, чтобы были, мы расскажем, какие программы там придуманы, чтобы немножко радости им принести этим летом. Работает наш телефон. Спасибо вам за каждый звонок. И мы решили, знаете, начать программу с вопроса к маме Агнеса, чтобы, знаете, когда обычно объявлен сбор средств на такие, как мы говорим, коллективные проекты, люди как-то так пожимают плечами, но не так это трогает, не так это цепляет, вроде какая-то группа, да, но в этом проекте это очень конкретные дети, это вот с конкретными именами, фамилиями, там персональными кодами, диагнозами, семейными обстоятельствами, драмами, пережитыми болезнями и операциями. И вот у нас вот мы специально пригласили мамочку Агнеса. Агнеса, вот расскажите, почему для вашей семьи так важен этот лагерь, как вот они ждут его, почему он нужен? Ну, для нас ПАЛАИДЗСМЛВ это не только лагерь, конечно, потому что мы используем, как я всегда говорю, ПАЛАИДЗСМЛВ по полной программе. Они нам предлагают и возможность всем и мамам, и детям встречаться, и весь год мы это делаем. Очень важно, да. Да, два раза в месяц примерно. То есть островок какой-то радости, да, поддержки. Да, да, да. И вот этот летний лагерь, это уже как, ну вот мы заканчиваем год таким большим праздником для нас всех. Я всегда говорю, это праздник не только для детей, это праздник для нас, для мам, сейчас уже и для пап, которые находят время, чтобы тоже быть вместе с детьми и со всеми детьми, не только с больным ребенком, который болеет. И много есть программ, которые помогают вот таким ребенком, но тут есть возможность быть в семье. Всей семьей. Да, всей семьей. И это так редко нам получается, чтобы, ну, когда мы просто на выходные куда-то едем, это по-другому. Потому что тут, когда мы едем в этот лагерь, нам помогаем. Мы как мамы можем забывать о наших ребенках. Ну, не так, чтобы забывать, но мы знаем, что есть кто-то, кто за ними присматривает. Мы просто можем отдыхать, мы просто, ну, как... Пообщаться. Да, мы там все мамы, мы все дружим уже, потому что мы довольно часто встречаемся. Но там такая обстановка, что мы просто, ну, это не описать просто. И вот, Агнеса, немножечко расскажите, как так вот получилось, что вот вы решили адаптировать детей, и оба ребенка у вас, ну, вот из детского дома. Ну, потому что, я думаю, что уже довольно многие знают, что с детских домов, ну, дети почти все с диагнозами. Но там здоровых почти нет. Если это не физической какой-то проблемы, физическая, тогда это эмоционально. Они все больны. Им всем нужна помощь. Ну, это... И тепло семейное. Я думаю, что нет такого ребенка, даже когда их берут совсем-совсем маленьких, все равно им нужна уже помощь, потому что они родились у мам, которых и они не хотели, например, и они уже рождаются, ну... Не такими жизнеспособными, как остальные дети. Ну, не такими, да, и им нужна помощь, да. Главное, им нужна любовь, наверное. И я смотрю на своих детей, и я не вижу диагноза. Я вижу детей, я вижу детей, которых нужно любить, которые сами любят. Они прекрасные дети. И мы, и Палый ДСМЛВ нам очень помогают, и мы видим, как они годами меняются, там, за месяц меняются, когда мы их берем. Так что, дорогие радиослушатели, еще раз формулируем, что на этой неделе наш благотворительный телефон, программа «Зеленая лампа» подключен к специальному счету, который открыт в фонде Be Open для организации Палый ДСМЛВ на оплату участия вот этих деток и их родителей в этом летнем лагере. И наш телефон 930-63-84, евро-42 за звонок. И это для кого-то, это вот уже маленькая частичка, для этого кусочка счастья, который вот эти детки могут получить. Агнеса, а вот расскажите, сколько вашим деткам, и как они на этот лагерь реагируют, что они говорят? Мой взрослый сын, у него 7 лет. Взрослый-взрослый. Да, для меня уже взрослый, пойдет в школу. Младший, ему 4 года. И, ну, для них все эти встречи, Палый ДСМЛВ, это просто они ждут их. Они всегда кричат, когда мы едем, куда поедем, куда поедем. К друзьям поедем, они так рады. И они все там, дети тоже, все уже дружат. Они все один другого знают. Это как, ну, у них уже свое общество. Как семья, да, как семья. Есть подружки, которые там больше нравятся, которые не так нравятся. И, ну, там все как детям, все нормально. Они там играются, они там... Кто хочет, если кто-то не хочет что-то делать, он может не делать. Он может просто играться или прыгать. То есть, свободная атмосфера, в принципе. Да, да. Там ничего, не как в школе, что надо вот это сделать, и только тогда ты сможешь там что-то другое делать. Нет, они там свободно играют и просто... Ну, мы еще продолжим про лагерь потом чуть позже. Сейчас просто хотим напомнить, что в гостях у нас Илзис Куяна, руководитель организации Палый ДСМЛВ. И эта организация вот буквально через месяц отметит свой юбилей. Да? Какой будет? Уже большой юбилей. Какой? Десять лет. Десять лет. Десять лет такой большой юбилей, который мы тоже будем там же, где наш лагерь будет происходить, там же мы его будем встречать. А где, кстати, будет происходить? Скултыс Муйжа. Это неподалеку от Салкросты. Там очень-очень удивительное место, где мы уже шестой год подряд нам хозяин этой скултыс Муйжа дает такую возможность быть там в лагерях летних. У нас только не этот семейный лагерь, но у нас обычно три примерно лагеря в год. И там мы будем вместе тоже с семьями, которыми мы помогаем, детями нашими, тоже компанией, которые нам помогают, наши волонтеры все там соберутся. Первого июня мы будем, ну такой-такой большой-большой праздник семейный будет. И каждый ребенок, которым мы помогли в течение этих десять лет, ну, конечно, каждый, но почти будет сажать свою липу. О! Да, и это будет как символ расти, начиная вот... Целый лес такой, столб с дверью будет. Целая аллея будет, да, это как символически очень... Нам казалось, что это важно. Нам тоже как посмотреть назад, что мы сделали вместе. Ну да, и мы будем там, в Скултыс Муйжа, тоже в лагере. И это место, в котором мы чувствуем уже как второй дом у нас, потому что там очень много места, много воздуха, много природы, да, и большинство детей живут тоже в Риге, и нет, может быть, возможности, да, мы там четыре дня будем на воздухе и будем играть, и всякие у нас занятие будет, и не только вот этот. Вот, Илза, мы обязательно должны объяснить радиослушателям, что это не просто отдых или развлечение, то есть в двух словах, вот концепция этого лагеря лета бабочек. Ну, в принципе, каждая ступенька, каждый шаг этой программы к лагере, он продуман. Он продуман для того, чтобы дети и, ну, вот, например, дети не только там играли между собой и хорошо провели время, но чтобы они научились. Они научились между собой разговаривать. Общению. Общению. Может быть, кто-то не умеет говорить, хотя у него 5-6 лет или не может, но всё равно эта коммуникация происходит через эмоции и так далее, чтобы у них развивалась моторика в разных занятиях, в которых… То есть там за 4 дня получается такой очень концентрированный реабилитационный комплекс. И плюс ещё дети, как они получают опыт в модели отношений. Вот очень интересная идея. Расскажите, пожалуйста, про деминестерапия, вот семейная терапия. Почему важно, чтобы вот несколько дней такие семьи провели вместе, и как дети учатся коммуникациям? – Это Дация Гусарова, руководитель проекта. Представляем ещё раз её. Это к вам вопрос. – Ну, если так, что мы сами знаем, как много времени мы можем проводить вместе все. – Очень мало. – И это очень мало, да, потому что у всех родителей есть работа всегда, или у нас есть какие-то другие дела, которые занимает наш день. И мы так, чтобы могли все вместе быть, очень мало. И я думаю, что такой семейный лагерь, он очень активно даёт такой интенсивный, как сказать, полёт для… – Импульс? – Ну да, такой импульс для этой семьи, что она может потом жить мирно. Потому что они, конечно, чтобы это время как-то заполнить, они спешат. Они не могут быть… – Нервничают. – Нервничают, да. Есть какие-то ссоры. Они приезжают в лагерь, и они могут расслабиться. – И психологи же там тоже работают. – Конечно, они с ними тоже работают, и они могут потом через эти четыре дня приехать домой, и намного спокойнее. Они могут уже быть вместе. – Ну, как прошли курс какой-то, да. – Ещё вот такой момент, очень важно, что есть же семьи, где вот один ребёнок больной, да, потом, например, родители собрались силами, с духом, решились на второго. Второй ребёнок здоровый, но вот тот ребёнок, который больной, он забирает всё внимание, всё время, и деньги тоже, да. И тот вот этот вот здоровый, это тоже… мало кто задумывается, что это очень-то тоже… – Мало, мало кто, да, потому что тоже у нас один проект был, и Love Clives Ministry сказал, что вот нет, вот именно только этим больным детям этот проект, но так важно, чтобы были все вместе, у нас именно в лагере все вместе, и мама, и папа, и больной ребёнок, и сестра, и ещё братик, потому что это важно, не забыть этого здорового ребёнка, потому что он иногда, вот да, у него внимания на него нету, просто не хватает сил. – Действительно, обделённый получается, не потому, что его не любят, мама у неё, ну как, сердце разрывается. – И что нам, мам, много говорят, то, что к нам они тоже в лагере, например, может приезжать все, всей семьёй, и вот там брат или сестра видит, что, ну не только у меня братик больной в семье, что это нормальная ситуация. – У соседа тоже, что там Янис такой же, что там Петерис такой же, что я не один. – И эти здоровые дети, они между собой дружат, и они могут обсудить какие-то свои вопросы. – Обсудить, и они уже, да, они между собой, и они помогают не только своему брату, но вот и… – И снимаются комплексы какие-то очень сильные. – Конечно, да, и они учат не только вот сами себя, но они приходят в школу, или опять и говорят, и рассказывают, что есть такие семьи, есть такие, и им кажется нормально, это всё так, ну, нам кажется очень-очень важно, и мы чувствуем, что это важно. – То есть волны от этого вот идут по всему обществу нашему абсолютно, это не только конкретный. 60 человек, напоминаем, в этом лагере, в этом году будет, да, в принципе, такие бы проекты, их побольше бы сделать, как можно больше. Будем надеяться, давайте загадаем такое желание, чтобы нашла помощь и волонтёры, и помощь материальная, и чтобы вот много таких было островков радости. – А вот ещё, значит, мама двух мальчиков Агнеса рассказала нам, что очень ждут этого лагеря четырёхлетний Александр, семилетний Янис, которых Агнес, взяла из детского дома. А вот расскажите немножечко ещё о ваших подопечных, вот конкретно, вот кто эти детки, кто эти мамочки, вот которые ждут этот лагерь? – Эти мамочки, как уже Агнес рассказывала, мы, в принципе, ими встречаемся всё время, и как, ну, уже два-три года мы вместе, совместно работаем. – Патронируете так, да? – Да, подшипные, ваши подшипные мамочки. – Да, да, и что очень-очень, мне кажется, ну, так классно, что они друг другу рассказывают, что есть такой проект у нас, у нас называется «Брию Бридис», который мы встречаемся два раза примерно в месяц, и что к нам приходят новые и новые мамочки, новые и новые дети, спрашивают, можно к вам подсоединиться, и мы уже возросли, потому что сейчас мы публицировали призыв на лагерь, и буквально за один день всё, все места были полные, и мы даже думали, ну, как, как, вы сейчас, не знаю, там палатки строите, что-то такое, потому что всех хочется, чтобы могли встретиться в этом лагере. И дети, да, очень… Есть у нас дети, в которых… – На колясках, да, Рута или Катерина, тоже мамы были у вас. – Есть у нас такие дети, которые с автизмом, есть такие, которые уже, например, он… Помню, что первый раз Маврик приехал к нам в лагерь, его мама так боялась его отпускать. Вот у нас есть занятия, на которые идёт там мама, например, к психологу, и дети делают… – Отдельно делают. – Отдельно. Радоша, асмейстер-класс. И она так боялась его ставить, и всё время одним глазком смотрела, что там с ним происходит. Я говорю, всё, сейчас только час-полтора, только твоё занятие, и ты должна вообще отключиться. – Отключиться. Вот это просто… – Да, они не могут, они живут же в постоянном стрессе и напряжении, эти мамы. – Но уже к концу лагеря она вот смогла отключиться и доверить этого ребёнка, что с ним будет всё в порядке, и волонтёры, и наши, и руководители занятий, что они справятся, и поможет и ей, и ему. – Вот представляете, как это важно. Про волонтёров мы во второй части программы. Сейчас у нас будет небольшой перерыв, просто мы хотим напомнить ещё раз наш номер телефона, и будем его постоянно напоминать. Просим вас звонить, просим вас делиться этой информацией. Летний лагерь. Летний лагерь для детей и родителей, для детей с особыми потребностями, и детей из детских домов в том числе, и для родителей. Это такой уникальный проект, где во время этого лагеря, где дети получают возможность заниматься, развиваться, общаться, а родители тоже получают очень… – И получить курс очень такой творческой реабилитации. – А родители тоже получают возможность и расслабиться, и пообщаться, и почувствовать себя как-то человеком, да, и почувствовать, что ты не одинок в этом мире. И наш телефон – 930-6384. Счёт помощи открыт в фонде BeOpen. Он на нашей страничке, на сайте MixNews.lv, и на страничках наших в сети Facebook «Зелёная лампа». Пожалуйста, если у вас есть возможность и желание, зайдите туда, посмотрите. Там есть фотографии конкретных этих детей, подробное описание проекта и номер счёта, по которому можно перечислить помощь, за что мы вам будем очень благодарны. – А дети и родители, конечно, в лагере находятся бесплатно, потому что в таких семьях даже на такую четырёхдневную программу какого-то просто даже отдыха без каких-то специальных семинаров, курсов и реабилитаций – это неподъёмные расходы. То есть эти семьи позволить себе этого сами не могут. Поэтому очень будем благодарны вам за поддержку. 93006384 евро 42 цента за звоночек, чтобы сделать, принести радость целым 60 участникам. Спасибо. Сейчас перерыв. Оставайтесь с нами. Мы продолжаем программу «Зелёная лампа», о тех, кому нужна наша помощь и для тех, кто хочет помогать. Напоминаем, что в гостях у нас сегодня три девушки из организации «Палый ЗСМЛВ». А сейчас просто хотим ещё раз напомнить наш номер телефона – 93006384. Евро 42 цента за звоночек, маленький звоночек. Они все соберутся в большую сумму, которая поможет организовать лагерь для 60 человек, для детей с особыми потребностями. Туда также входят дети из детских домов и родители детей, которые больны, к сожалению. Вот этот лагерь принесёт им радость и большую пользу – 93006384. А сейчас мы традиционно, вот наступает минута, очень радостная для нас с Ольгой, когда мы хотим всех благодарить. Это самое приятное, наверное, что бывает в нашей жизни, когда хочется сказать всем и каждому спасибо огромное, потому что вот сегодня День радио, нас все поздравляют, День радио, День радио. И нам такой подарок сегодня, День радио. Да, но вот мы говорим, что без вас ничего бы не было, без вас. То есть эта программа на самом деле добрая и хорошая благодаря вам, всем радиослушателям. Итоги прошлой недели. Мы вас просили о помощи 15-летнему Алексу, Алекс Бебриш. Он перенёс 18 операций, этот ребёнок. Он родился уже с тяжёлым диагнозом, не мог ходить с перекрученными суставами. И вот эти вот операции. Мама постоянно занималась его реабилитацией. И сейчас, в настоящий момент, мальчику нужна очень срочная операция. И мы все надеемся, она уже последняя будет, заключительная, когда ему поменяют. Уже 15 лет уже зоны роста в костях. И врачи Петербургской, Санкт-Петербургской клиники, специализированной клиники, которая именно этим занимается. Они для него нашли окошко, они берут его туда. И профессор, который уже делал ему операцию, сейчас займётся этим эндопротезом. И Алекс наконец-то станет ходить. Это такой прекрасный мальчик с такими красивыми грустными глазами. У него такая же прекрасная мама. И мы просили помощи для этого ребёнка. И, вы знаете, помощь пришла. И пришла она даже больше, чем нужно. То есть стоимость операции 7600 евро. Почему нужно в Санкт-Петербурге делать? Потому что в Латвии такие операции только с 18 лет делают. Нет опыта. Ну нет, вот просто принято с 18 лет, а ему только 15. А более сейчас, и ходить он не может сейчас. И вот нашли такую возможность. И вместо 7600 евро было собрано, внимание, 10 524 евро. Это огромное вам спасибо. Мы просто слезами видим, как растёт эта сумма. Абсолютно все денежки, которые на счету фонда благотворительного BeOpenLV, открытого для специально Алекса Бебреша. Вот никаких процентов не берётся с этих денег. Мы подчёркиваем, да, полностью все перечисленные вами деньги пойдут на оплату операции. А то, что сверху, пойдёт на реабилитацию только этому мальчику. Поэтому спасибо всем огромное. И было сделано. Это вообще страшно сказать. 3154 звонка на благотворительный телефон наш традиционный 9300-6384. 3000 человек сделали этот звонок. Спасибо и дай Бог вам здоровья и радости. А сейчас у нас на связи мама Алекса Татьяна. Алло. Алло. Татьяна, здравствуйте. Мы сейчас про вас говорим, итоги подводим. Где мы вас поймали сейчас? В машине. В машине, да. Ну вот вы знаете, наверное, что... Я стала, поэтому могу свободно разговаривать. Благодаря нашим радиослушателям, читателям, нашим коллегам, благодаря огромному количеству людей, которые не знают даже ни вас, ни Алекса, но приняли участие в его судьбе, собрана сумма 10,5 тысяч евро. Мы поздравляем вас, и мы очень рады. Честно, спасибо огромное. У меня сегодня очень тяжелый день, у меня не просыхают слезы. Просто нет столько слов, которые я хотела бы сказать отдельно каждому. Просто спасибо огромное. Мамина спасибо. Мы очень вам благодарны. Ну, здесь не для благодарности это все делается, а просто вот... Татьяна, и хорошие новости в фонде Be Open. Уже сегодня заключили договор с Петербургской клиникой, так что, пожалуйста, все, собирайте чемодан. Да, и возвращайтесь с Победой, и мы обязательно с вами встретимся, обязательно мы с Алексом потанцуем, послушаем, как он играет на гитаре, да? Передайте ему огромный привет от всех-всех-всех, и напишем еще про это. Спасибо вам. Спасибо огромное. В радости и любви. Будет. Спасибо большое. И всего хорошего. Вы есть. До свидания. До свидания. Всего хорошего. Вот такая трогательная история, да, случилась. Напомню, что у нас в студии сегодня присутствует еще одна мамочка Агнеса. Мамочка двоих детей, которых она забрала в детдоме. Одному 4 года, другому 7. Променяла их жизнь. Да, и она тоже со своими детками мечтает поехать в этот лагерь. Такой материнский вопрос. Вот есть такой термин – родительское выгорание, да, когда… Сил не остается. Ну, вступает такой момент, когда, говорит, или лампочка перегорела, или батарейка сила. Вот у вас случаются такие моменты? Конечно, случаются. И я думаю, поэтому очень многие тут говорят всегда «мамочка». Потому что в семьях почти всегда получается, что если ребенок больной, тогда дома остается мама, а отец работает на все сто, и его почти нету, потому что кому-то же надо зарабатывать, чтобы они могли жить дальше. И тогда получается, что на мамочке очень-очень много, но… Она не видит ничего другого. Да, но надо находить как-то сил выходить из этого. И вот когда мы тут говорили и говорили насчет семейной терапии. Семейная терапия, я когда слышу это слово, и многие мамы, которые приходят к нам, они говорят, что сначала боялись как бы приходить, потому что когда слышат это слово «терапия», им кажется, что все мы там встречаем и плачем, и рассказываем, как нам всем плохо. И она говорит, ну у меня так плохо, ну не хочу еще слушать, как у всех там плохо, но у меня тоже плохо, ну как с этим надо как-то жить. И лучше тогда я не слушаю как-то, не буду сама там как могу живой. Не погружаться в какой-то негатив. Да, но у нас все иначе, мы всегда смеемся. Я не помню ни одной встречи, когда мы там не смеялись бы так, что уже, не знаю, ну всегда плакать никогда плакала ни одна из нас. Ну только может быть такие слезы, как сейчас, когда… Ну есть радость, счастье, да, но мы не плачем. И даже если мы рассказываем насчет детей и что-то, мы уже как-то находим сил, мы там все встречаемся, мы там растем, мы меняемся, мы находим время для себя, это очень важно, мы находим время, чтобы, ну, прекраситься. Мы один день сказали, что все будем приходить в платьях, потому что мы всегда, почти все ходим в штанах, потому что так удобнее. Если ребенок в коляске, например, ну это вообще, ну когда мама будет одевать платье? Вот ребенок, наверное, удивился, да? Да, все там пришли в платье, наверное, и муж, если в семье есть муж. А это тоже, кстати, большое счастье, если папа не убежал. Это психологическая тяжело. Много, да, семей, в которых убегают папы, к сожалению, они, ну… Не выдерживают. У нас, да, мужчины все-таки немножко слабее, они не выдерживают. Конечно, довольно труднее, да. Агнес, а вот что самое сложное? Вот понятно, что финансы, деньги, денег не хватает, потому что государство очень мало что компенсирует и оплачивает из лечения, из реабилитации. Или вот столкновение с системой, когда вроде бы есть какие-то там социальные службы и чиновники, и это нужно целый ворох этих документов собрать там, чтобы что-то получить. Физическая усталость? Ну, не знаю, но мне, наверное, система та, которая меня бесит иногда. Но это очень трудно. И надо учиться как-то. И хочется что-то менять, но ты понимаешь, что изменить ничего не можешь. И тогда ты ходишь повсюду, и все, как так, ну как так можно, ну как так можно? Вот все мы сейчас слышали насчет этого мальчика, которого забыли на 9 лет. И ты говоришь, ну как так можно? Ну живут же люди, все это видели. Там же люди видели, не системы это видели. Ну это правда, да. Мы понимаем, что за системой люди. И ты сидишь и говоришь, ну где эти люди? Ну как это может быть? Я, которых всех знаю, все хорошие. Вокруг меня хорошие люди. Ну вот где эти плохие? Где эта система? Ну я не понимаю. Но для меня система самая трудная. Но у меня у детей диагнозы не такие плохие. Мы можем жить, нам не надо ни артозов, ни там специальной такой помощи. Нам важнее вот такие встречи. Нам важнее встречи с другими детьми. И вот эмоциональная такая помощь, которая нам, ну для моих детей такая нужна. Агнесса, а вот очень не могу не спросить. Вы нам за кадром рассказывали немножко, что бывают случаи, и часто, когда берешь ребенка в детском доме с диагнозом, а потом оказывается, что его нет. Он меняется. А почему это происходит? Какие-то примеры? Ну там две вещи. Во-первых, в детских домах они диагнозы ставят побольше, чтобы больше денег получили. Максимально, да? Да, потому что за каждый день финансирование идет, и им надо за специалистов деньги, за каждого они получают. Во-вторых, конечно, ребенок, если он получает любовь, если он получает то, что… Внимание. Да, внимание. Они просто меняют. Ну это я не могу описать, почему. Это на каком-то другом уровне. Это уже врачи не могут. Да. И берут ребенка с очень тяжелыми диагнозами. И через полгода, через год. Это совсем другой ребенок. И уже нет диагноза. И если бывает, что нет диагноза, или он меняется, и он становится довольно… Ну, лучше… Ну, мы тоже знаем такие случаи. Это трудно объяснить. И даже, вот даже, не поверите, но даже после четырех дней, вот после такого лагеря, даже после такой маленькой времени много детей изменяется. Не совсем, если он приезжает такой весь взволнованный, нервный, да, но он вот через эти четыре дня, он совсем по-другому становится. И он может с другим общаться, с детями, и играть с ними, и с взрослыми. Он попадает в такую доброжелательную среду. Еще вот, вы знаете, действительно, если так подумать, вот это мамочки с этими особыми детьми, вот ребенок-аутист, да, он же, он очень странно себя ведет, да, то есть мама не может с ним пойти в общественное место, потому что она получит там тысячи замечаний и взглядов, и грубости, и осуждения. А вот в этом лагере эта мама, она просто вот как, у нее релакс, она расслабляется, ее никто не будет осуждать, никто не будет задавать лишних вопросов, не будет косых взглядов. Будут рядом психологи, будут рядом люди-помощники, которые вот с удовольствием возьмут этого ребенка на руки, да, и дадут ей там 40 минут передышки. Вот мы именно для этого просим вашего участия, 9306384, этот телефон помогает оплатить пребывание на 4 дня в этом реабилитационном специальном летнем лагере, он пройдет скулты в июне, для 60 подшефных вот таких вот участников, которые очень ждут. Вот эти дети, которые были в прошлом году в лагере, они ждут этого лагеря больше, чем нового года, потому что для них это, ну как, там будет очень много их друзей, ну вот представьте, целых 60 друзей. Напоминаем, что для них, для всех это бесплатно абсолютно, а финансирование никакого нет, потому что деньги вот так собираются, вот такими путями, да, помощь какая-то изыскивается, и девушки вот из палец за СМЛВ, они хрупкие, просто, я не знаю, могли моделями работать, выбрали себе вот такое дело нелегкое. Вот мы сейчас Илзе спросим, почему вы решили этим заниматься? Ну вот я так думаю, всегда думаю, но нет ответа на этот вопрос, но я сейчас поняла, почему, потому что только рассказ был, этот случай, который вы собрали деньги, вы больше собрали, и мы все, мне кажется, были у нас заплакали. Мы заплакали в студии, мы тоже. Когда мама заплакала, и мы все заплакали. И вот, наверное, эти моменты, когда, ну не только плачут, но вообще, когда ты чувствуешь, что ты можешь дать своей работе, своей энергии кому-то другому. Что-то изменить. Что-то изменить в его жизни, помочь маленькими, большими, с какими-то делами, что это самое важное, и поэтому, ну я конкретно думаю, что поэтому я это делаю. А что за 10 лет было самое трогательное, может быть, для вас, или самое трудное? Трудного тоже было много, но всегда как-то вот вспоминаю только хорошее, и мне кажется, вот именно после вот этих лагерев я чувствую всего больше, что я могла отдать вот за эти 4, 5 или 10 дней этим детям или родителям, и что я чувствую, и вижу, вот я вижу, буквально вижу, что много-много что изменилось. Потому что приезжают, извините, приезжают такие мамы, которые, например, Агнесса, она уже как стабильная, она может, ну, она как сильная, как женщина, как женщина, и уже как партнер, программа. И уже как партнер, да, но бывают мамочки, которые приезжают, ну, из деревни, например, она вообще не может принять, что у нее больной ребенок, и, ну, ну, ну вот нету таких, она не такая, не так сильная, и она не умеет общаться. Ну да, и кто там ей в районе будет, там какой-то психолога давать, арт-терапию какую-то пробовать. Во время лагеря она буквально усут, впитывает энергию от нас, от руководителей занятий, от психологов, от терапии, от других мамочек. Она все в это, и уезжает через, вот, буквально четыре дня другим человеком. Это так, так важно. Поэтому большое спасибо и Be Open фонду, что они нам помогают делать такие дела. Это не первое сотрудничество. Да, да, что тоже зимой был один проект, тоже рождественский. Рождественский проект, это такая тоже синергия между фондом Be Open и Paladzi SMLV. А вот ДАЦ попала в организацию Paladzi SMLV просто сама как волонтер пришла. А расскажите, у вас очень много волонтеров, потому что, конечно, такие вещи, организацию вот таких больших праздников, таких мероприятий, вот этих вот поддержки для мам, без волонтеров сделать невозможно. Как люди откликаются? Вот вы же для лагеря ходите и просите помощь, да, там, дайте нам это, там, как фирмы, компании реагируют? Вы думаете, как мы помощь от них получаем, от фирмах, да? Да, то есть, как вот вы чувствуете? Идут навстречу или трудно? От чего зависит? Кто-то, может быть, даже не взял телефон, не прочитал ваш e-mail, да, а кто-то идет навстречу. Но вот мне, наверняка, надо сказать, как Агнеса говорила сейчас, что люди, которые у нее вокруг, они как-то вот хорошие, и где вот эти плохие? Да, да, да. Поэтому, наверное, наверняка, вот надо сказать, что мы тоже, когда спрашиваем какую-то помощь, слава богу, у нас попадаются эти хорошие люди. Конечно, есть, которые отказывают, или у которых времени нет, или у которых в какой-то способности нет помочь. Но все-таки большинство из них находят какое-то, хотя маленькое какое-то дело, или какую-то маленькую помощь. Расскажите, в прошлом году вам лошадок дали, да? Это как рейд-терапия? Как рейд-терапия? Саука нам дает колбаски всякие, мы можем сосиски, и все такое, что мы можем... Транспортная фирма, например, А26 нам дает транспорт, который мы можем... Ну, какие молодцы! Ну, вот всяк, вот как-то кажется, всегда волонтеры, или говорят, ну, что мы, что мы, мы ничего не даем, ничего не помогаем. Но вот каждый такой маленький кусок мы кладем, как вместе такое пузло, и становится... Ну, как наши звоночки, собирается? Да, ну, да. А волонтеры, кто они, вот эти люди? Вот можно к вам просто прийти с улицы и сказать, здравствуйте, я хочу у вас быть волонтером? Да, можно и надо. Но я вообще-то тоже, да, какое-то полтора года обратно пришла как волонтер, заполнила анкету, которую можно найти на странице palaidzasim.lv, и тогда девочка, которая там работает, Илзе, они звонят и предлагают... Конкретную работу. Да, какое-то время, встречу, чтобы мы могли встретиться, познакомиться, рассказать, что делает palaidzasim.lv, наоборот, волонтер рассказать, что он как-то может помочь, да, чем. И потом уже есть какое-то опять время, когда мы встречаемся, и уже волонтер может помочь в каком-то или проекте, или... Ну да, или умениями своими и знаниями, или транс-спортал. А что заставляет людей это делать? Вот как, вы же их видите, да? Они какие-то особенные, или это просто обычные люди? Знаете, вот это, по-моему, какое-то сердечное дело такое. Если уже человек, да, хочет быть волонтером, то он будет это делать, да, и он не будет думать, что это... за это я могу какие-то деньги получать. Или дивиденды, или бонусы. Вот время-деньги, да, или что-то такое. По-моему, волонтерская работа, да, такая сердечная работа, которую надо... Ну, я бы сказала, что это диагноз. Это как сотрудники НВО, это тоже диагноз, а также волонтеры. И что еще? Мне кажется, что очень хорошо, что волонтеры только не молодые люди. У нас так принято, что вот только студенты, тем, которым времени много, те, они много-то... Нет, у нас вот волонтеры именно такие, у которых уже у самих семья, работа и... Осознанное такое время провожение. Да, ну, человек от сердца открывается, он получает, он же не для похвалы это делает, не для спасения. Абсолютно нет. И есть такие, которые, например, не только приходят к нам, но и работают в своем рабочем месте, например, там, помогают нам с текстом или домашний лист... Делают. Делают и всякие такие, да, с транспортом и так далее. Дорогие друзья, ну вот вы поняли, да, что название организации Паладзе СМЛВ – это одновременно адрес, да, Паладзе СМЛВ. А название лагеря «Лето бабочек» – это одновременно вам информация, вот как работает эффект бабочки, да, и что если вот сейчас вы с каким-то душевным теплом, с симпатией подумали об этом прекрасном проекте для детей из детских домов и для больных деток, и для их таких замученных в быту мамочек, и сделали звонок 9-3-0-6-3-8-4. Эффект бабочки обязательно сработает, что-то где-то изменится, и в вашей жизни в лучшую сторону тоже. Да, когда мы что-то делаем хорошее, да, даже на другом конце света там машет бабочка крылом, а на нас все это как-то отражается. Сейчас, к сожалению, опять очень быстро программа подошла к концу. Напоминаем, что в гостях у нас были прекрасные девушки Илза, Датса и Агнеса. Мы очень вам благодарны за то, что вы делаете и за ваши рассказы. Давайте будем чаще встречаться, что-то делать совместно, и удачи вам во всех ваших проектах. Напоминаем, что наш телефон 9-3-0-6-3-8-4, евро 42 цента за звоночек, работает для того, чтобы помочь состояться летнему лагерю, специализированному лагерю, который называется «Лето бабочек». Детский лагерь для детей с особыми нуждами и их родителей. Спасибо вам за каждый звонок. Спасибо вам. До свидания. До свидания. Всего доброго, до следующего вторника.